В 2016 году при поддержке Министерства иностранных дел Германии был запущен российско-германский проект «Городской диалог». В этом году проект получил продолжение под названием «Диалог в регионе». И вот недавно организаторы и участники этого проекта по приглашению Николая Брагина побывали в Сланцах, где он открыл арт-пространство прямо у себя в гараже. После того, как мы провели ряд мероприятий, показали проекты, которые проходят в Санкт-Петербурге, мы заразили, как я понимаю, некоторым энтузиазмом Николая на то, чтобы открыть гараж как общественное культурное пространство. Сегодня мы на мероприятии, которые Николай организовал, мы его поддерживаем, проводим аукцион благотворительных вещей, даем им новое название для новой жизни, которое потом будет передано жителям Сланцев, которым это будет нужно и полезно. Также у нас есть в программе желание высадить деревья. Вот участники на заднем плане идут, высаживают деревья. Деревья перевезли из Соснового Бора, из Новоселья, из разных других городов, потому что участники у нас по всей Ленинградской области. Цель этого проекта – обмен опытом, знаниями и умениями между активными гражданами различных городов Ленинградской области, а также развитие инициативных городских проектов и неформального образования в области урбанистики на основе обмена опытом по принципу «от равного равному». Николай Ибрагин является одним из участников проекта. Всего у нас в проекте порядка 15-16 активных участников. Это где-то 5-6 городов. Где-то это целая группа, например, как в Сосновом Бору, там есть 5-6 активных людей, которые захотели принять участие в нашем проекте. Есть тоже группа довольно большая из Новоселья. Это в основном бабушки новосельские. Они очень активные, они очень много работают с благоустройством городской территории, высаживают цветники около каждого дома. И они, конечно же, привезли рассаду для того, чтобы Коля тоже посадил что-нибудь рядом со своим гаражом, благоустроил всю эту территорию в такую очень привлекательную зону. Мы не ограничиваем никак наших участников по тематике социальной инициативы и поддерживаем их так, как можем, в рамках нашего проекта. Приезжаем в города, соответственно, у них появляется команда, мотивация, ощущение того, что он не один. У них есть с кем обсудить, как развивать этот проект, есть у кого спросить совета. И все участники являются экспертами для друг друга. Они учатся друг у друга на опыте друг друга, на живом опыте, в общении, получая ту информацию, которая им интересна.